Здравствуйте, с вами вновь Александр. И как мы все знаем, сейчас самый разгар летних отпусков. И я хочу сегодня рассказать вам о коляске, которая для отпуска подходит, на мой взгляд, очень хорошо. Это коляска Recaro Easy Life. Собственно, вот коляска Recaro Easy Life. Так она выглядит внешне. На мой взгляд, очень даже симпатичная, красивая колясочка, очень яркая. И у нее очень много таких интересных ярких расцветок, поэтому летнее настроение вам будет обеспечено. Вот. Немножко расскажу о ее технических характеристиках. Она предназначена для детей с 6 месяцев и до 3 лет. И максимальный вес ребенка должен быть максимальный, не должен превышать 15 килограмм приблизительно. Вот. И кому интересно, она весит всего 5,7 килограмм. Она реально очень-очень легенькая. Вот. Так, перейдем к обзору. Начнем сверху вниз. И в первую очередь хочу отметить ее удобную ручку. Ручка здесь не регулируется ни в каких плоскостях. Она как есть, так есть. Обита прорезиненным материалом. И у меня рост 1,86 метра. И высота эта мне, в принципе, достаточно удобная. Поэтому имейте это в виду, когда будете выбирать. Что касается козырька. Козырек здесь, он не очень-то и большой, но в принципе, можно назвать его средним. Полностью там с ногами он ребенка не закроет. Сам он выполнен из тактильно приятной ткани. Вообще, в этой коляске используется ткань с пропиткой, которая отталкивает грязь. Легко поддается чистке весь материал. Поэтому с тканью здесь все хорошо. И, соответственно, регулируется козырек тоже обычным способом. Что касается самого сидения. Сидение в коляске, оно достаточно такое, просторное. Поэтому уместиться здесь ребенок достаточно комфортно. Само сидение, оно не гамаком, а хорошая твердая спинка. И что касается безопасности. Здесь ребенок крепится пятиточечными ремнями. Сейчас я здесь установил бампер. Чтобы вам просто его показать. Он в комплектацию не входит. Но его можно докупить отдельно. Это также вам поможет комфортнее перевозить ребенка. Чтобы он держался за него. Когда ему это нужно. И здесь, так как я говорил вначале, это для отпусков хорошо подходит коляска. Здесь сбоку вся боковая часть выполнена из сеточки. Поэтому вентиляция у сидений очень хорошая. И само сидение, оно достаточно мягкое. Это не дубовая здесь вещь. Здесь комфортно будет ребенку. И что касается регулировки наклона спинки. Здесь тоже все очень просто. Используется система ремней. Нажимаем и оттягиваем его. И вот это максимально лежачее положение, которое можно добиться в этой коляске. Поэтому оно и с рождения не подходит, а только с 6 месяцев. Нет полностью горизонтального положения. Но комфортно отдохнуть ребенку будет нормально в любом случае. Обратно это все тоже очень просто делается. Здесь вот ремешки с рудичками. Натягиваем их в разные стороны. И сидение приходит в исходное положение. И что касается самого шасси. Шасси здесь тоже из легких материалов выполнены. Но это не пластмассовая коляска. Это металлическое шасси. Очень крепкое. Хорошо сделано. Подогнано все хорошо. Единственное, что лично мне не то, чтобы не понравилось. Но лучше было бы, если бы коляска была немножечко потише. Что я имею в виду? Передние колеса, они выполнены не из мягкой резины, а из полиуретана. И он достаточно такой плотный. Получается, когда вы будете ехать по какой-нибудь такой гравийке, еще что-то, колеса будет немножко слышно. Они вот немножечко будут так слегка тарахтеть. Это не критично, это не очень громко. Но хотелось бы немножечко потише. Это как мой небольшой минус, я подчеркнул бы. А в целом, сами колеса здесь достаточно большого диаметра. И спереди, и сзади. Они и там, и там двойные. С возможностью блокировки передних колес. Заблокировали, и они никуда не поворачиваются, чтобы неровность какую-то преодолеть. Здесь это можно легко сделать. И задние колеса у нас здесь, вот поду тормоза вам скажу. Тормоз здесь самый нормальный. Здесь на правой стороне красным цветом выделена педалька. Нажимаем ее одну, сверху нажимаем причем. Блокируются колеса. Чтобы разблокировать, на левой стороне тоже педалька с зеленым индикатором. Также сверху нажимаем, и поехали дальше. Не нужно ковырять обувью, это здорово. Что касается багажника. Багажник здесь не очень большой. Но здесь больше и не поставить. Потому что размер коляски здесь не позволит этого сделать. Поэтому здесь максимально возможно для этого размера коляски сделали багажник. И у него очень хорошо реализован доступ. Не нужно там куда-то в щелку что-то просовывать. Достаточно широкий проем. И в целом, по ощущениям, коляска нормально легко рулится. Не будет дискомфорта при прогулке. И она произвела такое неплохое впечатление. И давайте я вам покажу ее сейчас самую-самую интересную фишку. Эта коляска не совсем подходит для того, чтобы вы ее брали. Точнее говоря, вообще не подходит для того, чтобы вы ее взяли в самолет внутрь, в ручную кладь. Но в дальнейшем багажник там, куда угодно. Ее очень легко транспортировать. Потому что она легко и компактно складывается. Чтобы ее сложить, здесь на ручке есть специальная такая индикация со стрелочками и кнопка. Оттягиваем в сторонку. И вот таким образом складываем коляску. Да. Все, складываем коляску. Единственное, сейчас надо будет вам снять бампер. Потому что она с бампером складывается не совсем до конца. Сейчас бампер сниму. Сторонку уберу. Потому что он упирается в бампер. Вот. Вот это максимальное ее компактное положение. На мой взгляд, очень даже компактно и легко это все делается, убирается. Чтобы раскрыть, та же самая процедура. Все, раскрыли, поставили. Вот. Что касается комплектации коляски. Здесь в комплектацию не входит практически ничего, кроме самой коляски. Но, как я вам уже до этого показал, вы можете приобрести отдельно бампер. Отдельно можете приобрести дождевик. Можете также для удобства приобрести подстаканник. Тоже удобная вещь в отпуске. И также можно приобрести москитную сетку. Поэтому с аксессуарами здесь все в порядке. Все, что необходимо, вы приобретете. И еще можно... Сейчас просто нету вам показать. Есть еще такая удобная вещь, как сумка. Специальная ее родная сумка под эту коляску транспортировочную. Вы сложили и прям под нее сшитая сумка для транспортировки засунули. И у вас такой маленький красивый чемоданчик. Очень удобно. На плечо взяли и понесли. Вот. Это, собственно, все, что я хотел вам про нее рассказать. Подытожу. Мои впечатления. Как я уже сказал, она мне понравилась, как она рулится. По ощущениям тактильно. Вот ткань очень реально приятная. Такая ткань. Выглядит она очень так нарядно, здорово. Мне понравилось, что есть вентиляция дополнительная сбоку. Спинка у ребенка потеть не будет. Какой-никакой, но багажник. Эта вещь лишней не будет. И, соответственно, ее самый большой плюс – это как она складывается. Поэтому, если ищете что-то легенькое, в отпуск, на мой взгляд, очень стоит на нее обратить внимание. Ну, выбирать, соответственно, как всегда вам. Ну, я бы рекомендовал вам на нее взглянуть. Вот. Это, собственно, все. Еще хочу поблагодарить магазин «Первая коляска», который предоставил нам эту коляску для обзора. Но, если вам понравилось это видео и обзор был для вас полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И удачи вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok